Вы на Freedom. Это первый украинский государственный канал зарубежного русскоязычного вещания. Продолжается работа в эфире команды 1плюс1Медиа в студии Владимир Рабчун. Ко мне уже присоединяется авиационный эксперт и менеджер авиационного сектора Богдан Долинце. Богдан, рад приветствовать. Здравствуйте. Богдан, скажите, пожалуйста, мы очень часто в начале полномасштабного вторжения в ожидании западного оружия давали определение того или иному оружию, как оружие, меняющее правила игры. Поляныця к подобным оружия относятся, как считаете? Оно не западно, оно украинской разработки, но меняет ли правила игры? Ну, смотрите, для того, чтобы сказать, поменяет ли правила игры этот вид вооружений, необходимо как минимум немного времени для того, чтобы увидеть более интенсивное применение данного боеприпаса. Потому что, как правило, боеприпасы, которые производятся в единичных экземплярах, к сожалению, они не производили никаких изменений. Поэтому на сегодняшний день, с одной стороны, поляныця имеет необходимый набор характеристик, которые реально могут существенно поменять расклад сил и ведение дальнейших боевых действий. Но при этом у команды разработки, у компании, которая занимается этим продуктом, будет существенный вызов – это масштабировать производство данных беспилотников. Как только они выйдут на производство от сотен таких полянец в месяц, на самом деле тогда можно будет уже говорить о том, что они могут стать геймченджером на поле боя. Пока что мы видим, к сожалению, только единичные пуски, которые подтверждают, что это изделие имеет существенный потенциал, но без запуска десятков и сотен единиц таких видов вооружений в месяц ожидать каких-то существенных изменений, к сожалению, не стоит. Богдан, скажите, пожалуйста, кроме поляныцей, какие еще вызовы стоят перед украинским военно-промышленным комплексом? Какие задачи сейчас должен воплотить в жизнь украинский военно-промышленный комплекс для того, чтобы, во всяком случае, это приближало нашу победу столь долгожданную? Я задаю этот вопрос в контексте заявления, которое сегодня сделал президент Украины на пресс-конференции, сказав о разработке украинской баллистической ракеты, которая прошла успешное испытание, но я так понимаю, что еще рано говорить о том, что она уже встала на вооружение. Ну, смотрите, если говорить о украинской ракетной программе, мы должны понимать, что она на самом деле уже имеет там несколько десятков лет свою историю, и речь идет о ряде разных комплексов, и, наверное, одним из самых таких известных является комплекс САПСАН, и одна из его модификаций — это ГРОМ-2. Но, к сожалению, по состоянию до 2022 года этот комплекс не был, условно говоря, переведен из тестовых образцов в так называемые серийные. То, что Украине, скорее всего, удалось или удастся в ближайшие годы создать свой серийный ракетный комплекс, будет ли это тот же комплекс или какой-то другой, это уже вопрос второстепенный на самом деле, но появление вооружений с дальностью 500 и более километров способно нести не менее 500 килограмм взрывчатых веществ, это уже существенный такой геймченджер, который способный наносить серьезный урон врагу. Потому что даже сравнивая с той же Поляныцей, мы должны понимать, что там на сегодняшний день полезный объем груза ограничен 50 килограммами. Если мы говорим о серьезных ракетных вооружениях, о тактических ракетах, то, как правило, даже те же ракеты Атакамс, они, как правило, имеют боевую часть там от нескольких сотен и больше килограмм в зависимости от типа боеголовки. И, соответственно, еще такие ракетные комплексы, они могут, условно говоря, одним-двумя боеприпасами наносить серьезный урон целым группировкам войск, если, например, это используются кассетные или кластерные боеприпасы, и способны уничтожать десятки самолетов за несколько выстрелов. Раз уж затронули еще и тему самолетов, как только Украина от западных партнеров получила первый F-16, сразу же появилось множество размышлений и разговоров на тему, а как используются эти самолеты. Понятно, есть нехватка информации, мягко говоря, ну, то есть много информации засекречено, и эта пелена таинственности добавляет такого флера правильного, наверное, настроения для всего информационного пространства. Но тут вновь президент Зеленский раскрыл некоторую информацию относительно F-16 и их использования в частности, как еще один эшелон противовоздушной обороны. В частности, Зеленский сказал о том, что во время последней массированной атаки со стороны российских оккупантов по мирным украинским городам-населенным пунктам, F-16 справились с поставленной задачей и перехватывали некоторые ракеты. Дайте, пожалуйста, оценку работы F-16 до сих пор, основываясь на той информации, которая в открытом доступе, конечно. Ну, смотри, мы должны в первую очередь понимать, что детальной информации именно об эффективности, использовании F-16, даже в этой атаке она, к сожалению, нет, а возможно и к счастью. Да, я думаю, что к счастью, скорее бы, да. Да, мы можем оперировать общей информацией. Это о том, что вчерашняя, одна из самых массированных за последнее время атак, с точки зрения, например, уничтожения беспилотников, показала результативность 90%. 90% всех вражеских дронов было уничтожено. Если говорить о крылатых ракетах, то было 95% всех крылатых ракет вражеских уничтожено. Мы здесь не рассчитываем баллистические ракеты, потому что авиация, она не противодействует баллистическим видам вооружения. Если мы посмотрим на цифры, например, того же 2022-2023 года, видим как раз показатель эффективности по уничтожению крылатых ракет и дронов, как правило, от 50% до 70%. И, в принципе, как раз после появления западных систем наземных противовоздушной обороны, мы видим, что эта доля увеличилась до порядка 80-90%. Соответственно, последние результаты такой массированной атаки, когда более 200 воздушных целей одновременно атаковали Украину, на самом деле, в том числе, может быть и заслуга F-16. Поэтому мы можем судить о том, что их участь, скорее всего, была эффективна. Но конкретно на сколько, на сегодняшний день мы оценить не можем, потому что количество данных в публичном пространстве ограничено. Будем основываться на той информации, которая постфактум поступит, и, возможно, не в ближайшем, обозримом будущем. Еще часть своего выступления или общения с журналистами президент Зеленский посвятил теме польских МИГов. В чем конкретно, почему возникла такая необходимость? Почему конкретно польские МИГи? И какова вероятность того, что Польша предоставит нам необходимое количество самолетов? Ну, смотрите, здесь несколько важных составляющих. С одной стороны, базовая составляющая Украина имеет опыт эксплуатации МИГов, имеет необходимую инфраструктуру, имеет персонал, и в том числе может готовить самостоятельно летные составы пилотов для эксплуатации этих самолетов. Это первая важная составляющая. Вторая важная составляющая Польша, она продолжает свое перевооружение. Она получает западные платформы авиационные, это F-16. Также планирует получать дальше F-35, поэтому соответствующие МИГи-29, которые являются более старые и более старого поколения, они поэтапно будут выводить, рано или поздно. С точки зрения того, что Украине необходимо, с одной стороны, наращивать объемы поставок F-16 и увеличивать количество доступных бортов, с другой стороны, точно не лишними нам будут и те же МИГи-29, которые также способны выполнять ряд задач в тех направлениях, где они могут быть эффективны и усиливать нашу, и в том числе воздушную оборону, и противодействие вражеским целям. Кроме этого, мы должны понимать, что за фактически два с половиной уже больше года войны, часть самолета авиационного парка, который имела Украина, она какая-то была потеряна, какая-то, в принципе, условно говоря, требует технического обслуживания, ремонта или, например, достигла так называемых граничных режимов эксплуатации и граничных, так называемых, регламентных работ, которые требуют эти самолеты или списать, или проводить очень длительные и дорогие ремонтные работы, которые, например, могут уже не иметь смысла, так как стоимость эксплуатации самолета остается существенно высокой. Поэтому поиски получения остатков еще советской техники, например, тех же МИГ-29 Польши может иметь смысл и с точки зрения получения более свежих бортов, и с точки зрения даже получения, например, доступа к тем же запчастам, потому что после того, как Польша выведет все эти самолеты из эксплуатации, она также сможет передавать вооружение к этим самолетам, потому что оно будет абсолютно ненужным, и в том числе запасные части и ремонтные комплекты, которые остаются на следующий день, например, на хранении, потому что эти самолеты остаются в составе их вооруженных сил. Ну что ж, есть конкретная задача. Теперь Украина занимается поисками достижений или получением результатов вот этих задач. Богдан, спасибо большое. Спасибо за профессиональную оценку происходящего. Богдан Долинс, авиационный эксперт и менеджер авиационного сектора, присоединялся к нашему эфиру. Благодарю.